Я представляю Институт развития образования Ярославской области. Меня зовут Захарова Татьяна Николаевна. Тема моего выступления – актуальная ситуация организации взаимодействия педагоги и дети в образовательной среде дошкольной организации. В чем особенности? Необходимо отметить, что развитие коммуникативности сегодня одна из приоритетных идей, и не только система образования, но и других сфер. И понятно, что начинать эту работу необходимо в дошкольном детстве. В соответствии с этим у нас есть некий исследовательский интерес относительно того, как развиваются навыки коммуникации в дошкольном возрасте, и какие необходимо создать условия для этого важного жизненного качества ребенка. Нужно сказать, что мы являлись, в частности я являюсь, и коллеги мои из института являюсь участниками, участниками, экспертами по оценке качества образовательной среды при помощи инструмента шкалы ЭКЕРС-Р. И в рамках вот этого такого широкомасштабного исследования, отслеживающего различные условия в жизнедеятельности детского сада, мы сделали акцент на выявлении условий для развития и стимулирования навыков взаимодействия у детей. Исследование проводилось в детских садах Ярославской области, 16-17 год, в нем приняло участие 25 учреждений, наблюдались дети 4-6 лет. В частности, в сегодняшнем выступлении я затрону только 4 шкалы, которые касаются как раз нашего исследовательского интереса. Это обустройство пространства для игр, стимулирование общения между детьми и взаимодействие персонала детей, взаимодействие детей друг с другом. Ну вот есть некий графический образ результатов, которые были получены. Сразу нужно сказать, что максимальный балл по данному инструменту – это 7, кто не знаком со шкалами ЭКЕРС, предельно допустимый – это 3. То есть вот по данным результатам можно сказать, что педагоги нашего региона практически находятся за пределами критического показателя. То есть мы в некоторых позициях даже приближаемся и к более такой благополучной цифре. Значит, нужно сказать, что несмотря на то, что результаты достаточно положительные получились, не стоит обольщаться, и нами были выявлены в рамках исследования и дефициты, которые на самом деле являются препятствием для формирования навыков коммуникации у детей. Ну вот если мы посмотрим по отдельным шкалам, то необходимо сказать, и, наверное, вот эта ситуация во всех детских садах сейчас по Федерации, игровые центры детей оборудованы, и оборудованы очень неплохо. В частности, что оказалось не очень качественным в рамках этого оборудования, у детей нет возможности приобретения разнообразного опыта для расширения словарного запаса кругозора. Очень часто комплектация центров провоцирует детские конфликты. Ну и то, что мы увидели, наблюдая и оценивая вот эту подшкалу, все-таки возникающие вдруг конфликты, там, да, из-за неграмотной компонации центров вызывают детские конфликты и решаются педагогам директивными методами. Если мы посмотрим результаты подшкалы взаимодействия персонала, то вы видите, что, в принципе, результаты тоже очень неплохие, и взаимодействие констатируется как теплое и поддерживающее. В то же время, что мы увидели как дефициты, то, значит, у детей слабо формируются навыки сотрудничества. То есть, на самом деле, детям не предоставляется возможность обсуждать идеи, планировать совместные действия, оказывать помощь друг к другу, оценивать результаты взаимодействия ими коллективных дел. Третья шкала, которую мы посчитали необходимым оценить в рамках нашей тематики, это стимулирование общения между детьми. То есть, мы видели, что педагог не связывает устную речь с письменной, не используя для детей зарисовки, схематические изображения и результаты договоренности. Ну и, конечно же, констатировалась излишняя речевая активность педагога. По четвертой шкале взаимодействия детей с друг другом тоже мы отмечали различные ситуации, когда детям не предоставляется возможность выбора партнера по совместной деятельности, у детей нет возможности свободно передвигаться по группе. Ну и очень часто дети проявляли вот такую скрытую агрессию, когда жаловались, ябенчали или ссорились. Ну и вот при том, что при всем при этом педагоги неукоснительно рекомендовали детям настоятельно играйте дружно, не ссорьтесь, ведите себя хорошо. Ну и так как мы получили такие результаты, нам интересно было посмотреть еще, что же из себя представляет сегодня педагог, как ключевая фигура для создания вот этих вот условий взаимодействия ребенка с окружающими. Нужно сказать, что с 2017 года у нас существует региональная инновационная площадка, которая называется «Компетентностная среда». Мы выясняли, да, насколько среда, которая формируется вокруг ребенка, компетентна для формирования у него тех необходимых навыков, умений, качеств личностных, которые востребованы сегодня в рамках стандарта дошкольного образования. Так вот, что же мы выяснили. Мы использовали инструментарий, значит, этот инструментарий касался, вернее, исследовал личностно-профессиональную позицию педагога как воспитателя, использовалась методика Григорьевой, но мы взяли ее не целиком, диагностика профессиональной позиции педагога, а только ее первый блок с первого по шестнадцатого утверждения, который касался как раз вопросов того, кем является педагог, как субъект воспитательного влияния на ребенка и детскую общность. В исследовании приняли участие 84 педагога дошкольных образовательных организаций. Практически все педагоги, участвующие в этом исследовании, они являлись еще участниками нашего предыдущего исследования. Сама диагностика предполагает самоанализ и диагностику профессиональной позиции педагога как воспитателя. Сама диагностика проводилась в два этапа, что является условием методики с интервалом предъявления опросных листов не менее одного дня, но у нас получалось от недели и чуть более. Тем самым снижалась возможность комфортности ответов, нейтрализации попыток угадать правильный ответ. Ну и самое главное, что выяснялось при анализе вот этих двух опросных листов, насколько единым является слово и дело, которое заявляет сам педагог, заполняя вот эти вот опросные листы-бланки. Полученные данные помогают нам формировать выводы о наличии или отсутствии психолого-педагогических условий, способствующих поддержке детской активности в процессе взаимодействия его с педагогом, в том числе и речевую, и вообще взаимодействия в целом. Значит, методика Григория позволяет выявить сильную профессиональную позицию педагога, когда оценивается, что педагог считает нужным и делает постоянно, фиксировалась в первой колонке. Относительно сильную позицию воспитателя считаю важным, делаю часто. Относительно слабую позицию считаю необязательным, делаю изредка. Ну и слабую позицию воспитателя считаю ненужным и не делаю это. Значит, вот достаточно мелко написано, я даже сейчас не буду читать, вот весь этот перечень вопросов, их 16, 16 суждений, по которым педагогу необходимо было оценить, насколько он является условием для формирования вот этого взаимодействия с ребенком, поддержки его субъектной позиции. Интересно было посмотреть, как бы получилось сделать некий рейтинг утверждений по частоте совпадений в первой и второй колонке проб выбора педагогов. Вот в рамках сильной позиции, вот обратите внимание, что чаще всего совпало в ответах педагогов и попало у нас в первую строчку рейтинга. Что отмечают педагоги? Что они предоставляют реальные возможности для самореализации, самоопределения ребенка. Дальше вы видите, доверяют возможностям и способностям ребенка. Третье, отказываются от вмешательства то, что предпочитают делать дети сами. Сотрудничают с детьми, ну я не буду читать полностью, но смотрите, проявляют эмпатию, организуют конструктивный конфликт в целях развития личности коллектива. Оценивают нелищность ребенка, вернее, оценивают нелищность ребенка и его поступков, создают ситуацию успеха, поддерживают самопознание, равноправное общение и поддерживают зашкольника как субъекта управления. То есть вот они выделили это как самые значимые и как раз вот здесь совпали ответы в первой и во второй пробе. Если мы посмотрим относительно слабую позицию педагога, там тоже достаточно много было ответов совпавших там, да, принятие воспитывающего влияния детей на педагога. Понятно, да, вот этот полюс вот самого хорошего до самого такого менее совпадающего и менее всего предъявляемого педагогами. Значит, какие мы сделали выводы? Кстати, вот если мы еще обратимся раз, да, вот к этому рейтингу, то картинка-то рисуется очень красивая, да, то вот педагоги констатируют то, что у них все замечательно и прекрасно. И мы убеждаемся вот сейчас, общаясь с практиками, оценивая, анализируя реальные занятия с детьми, мероприятия, которые проводят там, да, мы на самом деле видим, что они так думают, что у них это получается. Они так думают, что они поддерживают самостоятельность детей. Они так думают, что вот то, что здесь заявлено ими, как то, что они делают, ну, реальности не, не, не является, вернее, реальностью. Очень сильны до сих пор, вот мы буквально-таки, да, на днях смотрели открытые мероприятия, очень сильна тенденция к использованию в обращении с детьми повелительных глаголов. Делайте, решайте, вам нужно, вы должны, вот, и это еще раз, как бы, подтверждает то, что иногда красивая картинка, которую мы получаем, в частности, в рамках вот данного исследования, да, когда идет самооценка и анализ деятельности педагога, поддерживающего вот систему вот этого взаимодействия, там, поддерживающего взаимодействия, она ведь на самом деле не так и хороша. Вот, ну и какие можно сделать выводы, что значимые моменты взаимодействия педагога с ребенком очень часто упускаются из вида, либо же декларативно заявляются. И вот этой тематике у нас будут посвящены еще доклады в рамках вот выступления наших участников, представителей из Ярославля. Ребенок на самом деле не имеет достаточных возможностей для проявления активности и самостоятельности, потому что воспитатель до сих пор скован планами, скован обязательствами, режимом, там, да, и всеми прочими. И поэтому даже если педагог и хочет, и понимает, что вроде как это надо делать, он все равно скатывается на то, к чему привык, да, и с чем ему доступнее и понятнее работать. Ну и что еще? Влияние взрослой, значит, взрослый не принимает то, что ребенок тоже на него влияет. Это о чем? Что взрослый не понимает, что ребенок заставляет его быть другим, да, что необходимо меняться в зависимости от того, какого уровня, каких интересов, каких возможностей ребенок перед ним находится. Ну и педагог не использует образовательные ситуации очень часто для решения воспитательных задач личностного роста ребенка. То есть вот как бы наложение вот этих двух исследований очень интересного, в котором мы участвовали, да, исследования ЭКЕРС и вот нашего внутреннего такого исследования по оценке компетентностной среды, складывающейся вокруг ребенка, позволяет нам вот делать достаточно такие значимые выводы для того, чтобы попробовать менять уже что-то и в своей практике работы, как института повышения квалификации, там, да, и в рамках взаимодействия в консультативной помощи с конкретными педагогами. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Может быть, предложение. Да, Татьяна Николаевна, у меня вопрос, а есть ли намерение намерение, вот получается, что опросники определенного типа, они ловят только то, что самовосприятие не соответствует реальной ситуации? Есть ли намерение сделать какую-то диагностическую методику, которая была бы и обратной связью для педагогов, потому что получается иначе? Про это надо подумать, конечно, но вот как бы размышления по тем результатам, которые мы получили, следующее, что можно использовать даже в индивидуальном порядке вот этот опросник для того, чтобы педагог, ну, Григорий, первое же, рефлексия, и потом посмотреть конкретные практически какие-то мероприятия, и, может быть, сделать потом видеозаписи или что-то, и путем самоанализа педагога и еще того, что он делал, попробовать соотнести с тем, что он думал, да, и что он... То есть это вот зазор зафиксировать, чтобы на рефлексию выводить. Да, и должно отойти, наверное, все-таки от него, чтобы он видел реально, что у него получилось, вот исходя из того, что он говорил. Ну, это как идея, да, ну, вот это самое главное. Спасибо. Если, есть ли вопрос, Валит, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Отлично. Ну, это означает, что те, кого заинтересовал этот вопрос, можно подойти на постерную секцию, потому что, действительно, в направлении педагогика 21 века, да, сообщества, степ-бай-степ, там есть очень интересные инструменты, которые могут перекликаться с результатами исследования образовательной среды. Спасибо большое. Спасибо. И у нас следующий выступающий. Юлия Анатольевна Верхотурова. Добрый день, коллеги. Мы сегодня обратимся к очень нежному, к очень важному и значимому периоду в жизни ребенка, это к периоду с года до трех лет. Действительно, в педагогике раннего возраста на сегодняшний день выделилась масса проблем. То есть, во-первых, была ликвидирована специальность 07, теория методика дошкольного образования, что, значит, увело в предметные методики дошкольников, и в итоге сфера дошкольного возраста в полной мере на сегодняшний день не изучается, не анализируется. А педагогика раннего возраста совсем не попадает никуда, разве что только в специальность 0.1. История педагогики и образования. Следующее. Идет вот сейчас достаточно радостная тенденция, что с одной стороны обратили внимание на этот возраст, да, на детей дальнего возраста. Вновь начинают открываться группы раннего возраста, вновь дети приходят дошкольной образовательной организации. Но с учетом тех тенденций, которые есть в нашей практике, это резкое увеличение количества детей в группах, иногда до 40, до 45, и даже есть регионы, где более детей может быть в группах. Если эта же тенденция будет распространяться на детей и раннего возраста, то тогда это будет только негативно воздействовать на их развитие, а не позитивно. Потому что каждому маленькому ребенку нужен рядом взрослый, да, которым будет его сопровождать. Следующее. Ну и еще одна большая проблема, которая сегодня уже поднималась, это массовый приход в эту сферу частного бизнеса. То есть неизвестно, кто ведет работу с нашими детьми. То есть, как правило, не всегда родители спрашивают дипломы. И возникает ситуация, любой каприз за ваши деньги. То есть детей с двух лет учат программам скорочтения. То есть в три года родители задают вопрос, хорошо бы ментальную арифметику, давайте попробуем. И не всегда педагоги, к сожалению, устойчивы, а также гонятся иногда за длинным рублем. То есть вот эти проблемы, они назрели, и мы будем надеяться, что на конференциях вопросы педагогики раннего возраста сейчас будут подниматься, будут подниматься часто, и все-таки секция, которая планировалась отдельно для педагогики раннего возраста, она появится и будет существовать. Как часто мы слышим от родителей такую фразу, какая противная у меня стала дочь. Вот эту фразу мы слышим, как правило, два раза в жизни. Первый раз в год, второй раз в 14-15 лет. И по степени непонимания родителями закономерности развития изменения жизни ребенка мы можем сопоставить эти два возраста. Вспомните, какой замечательный младенец улыбается маме, сидит на коленках, никаких с ним хлопок. И вдруг вот этот маленький замечательный ребенок превращается в непонятного демона, который лезет во все шкафы, все везде вытряхивает, постоянно нам мешает, то есть все хватает, стирает, гладит. То есть бесконечный мамин помощник ни секунды не сидит на месте и активно, постоянно в каком-то поиске и в творческой деятельности. При этом, если только мы пытаемся ему указать направление движения, рекомендовать ему что-то сделать, он ответит на нас громким плачем, истериками и будет жестко отстаивать свое право на совершение того или иного действия. И страшно обижается, если мы забираем какой-то предмет. В итоге, не понимая закономерности родителей, как правило, используют методы, которые не всегда допустимы в этом возрасте. И мы должны задать себе вопрос, за что мы наказываем детей раннего возраста? За инициативность, за любознательность. Родители говорят, что ты здесь вытворяешь. Да, там, минуту нельзя оставить. И такие фразы тоже есть. В итоге, даже в семьях любящих родителей, которые заботятся о своих детях, мы видим нарушение взаимодействия в системе мама-ребенок и в системе взаимодействия взрослый, близкий взрослый ребенок. Вот для того, чтобы нам разобраться в этой ситуации, почему же к трехлетнему возрасту, а то и раньше у нас у детей появляются признаки неврозов, почему они у нас хватаются за волосы и начинают выдирать прямо у себя волосы пучками, почему они бьются головой об стену, да, и такие случаи тоже есть. То есть откуда берутся такие изменения? Родители, опять-таки, задумываясь, ведут своих детей к врачу, начинают лечить, при этом не думая, что иногда именно их действия становятся тем разрушительным фактором, которые приводят даже к таким тяжелым негативным последствиям. Для того, чтобы нам понять, как это происходит, давайте вначале обратимся к структуре взаимодействия. То есть изначально структура взаимодействия рассмотрена Николаем Николаевичем Обзов, который выделил три компонента. По-разному называют его психологи познавательный или когнитивный, эмоциональный или эмотивный, поведенческий или деятельностный компонент. И каждому из этих компонентов присущи характеристики. В целом выделяются пять характеристик, которые представлены на доске. Это взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия и взаимовлияние. И возникает вопрос, с чего же нам начинать, когда мы выстраиваем взаимодействие. То есть если мы взаимодействуем с равным нам человеком, который готов включиться во взаимодействие, то есть в принципе без разницы, с чего мы начнем, самое главное, чтобы каждый компонент этот был насыщен. Если же мы говорим о системе взаимодействия, в котором изначально невозможно допиться полного равенства субъектов, то тогда взаимодействие должно выстраиваться последовательно, пошагово от взаимопознания, взаимопонимания к развитию взаимоотношений. После этого те действия, которые будут реализованы, обеспечат максимальное взаимовлияние и обеспечат максимальные изменения в эмоциональной, в личностной деятельной сферах. То, что мы и хотим достичь в сфере взаимодействия. Какие же проблемы возникают во взаимодействии мамы и ребенка, которые мы часто можем увидеть? Во-первых, родители часто ориентируются на сложившиеся стереотипы. Такие, как, например, едой баловаться нельзя. То есть, конечно, нельзя, но в раннем возрасте это у нас и рисунки, и поделки, и все, что хочешь. Еда превращается в предмет для исследования, для изучения. Следующий стереотип, например, за плохое поведение нужно наказывать. То есть, еще раз мы повторим, наказание не тот метод, который в раннем возрасте обеспечит достижение нужного результата. Ну и вопрос, что мы видим под плохим поведением. То есть, плохое поведение, то, что ребенок деятель, то, что он активный, то, что он добивается, отбивается, поставив цель и достигает того предмета, то, что он в полной мере осваивает предметно-орудийную деятельность. Да, он вырезал бабочку из штор, да, он почистил пены для бритья папин ковер, да, он постирал там любимые мамины белые блузки с ярко-оранжевым полотенцем. Но ведь он помогал родителям активно. А вы вспомните, какая радость у детей, когда они берут ёршик от унитаза и активно начинают его чистить. Что же мы тогда делаем с детьми? То есть, мы объясняем, что это нельзя, это грязь, не лезь, это не трогай, значит, к этому не прикасайся, да. Некоторые родители еще при этом активно стимулируют, хлопая по рукам, по всем местам, каких только можно. И таких деток мы видим на улице, да, когда мама активно отдергивает своего маленького малыша. То есть, в итоге это нарушает взаимодействие. Ну и родители, характеризуя своего ребенка как плохого, невыносимого, завистью иногда смотрят на тех детей, которые спокойно сидят у мамы на коленочках и смотрят, хотят оставаться маленькими. Ну вот, скорее всего, та мама, у которой ребенок хочет остаться маленьким, должна бить тревогу, потому что у нее развитие происходит неправильно у ребенка, да. В норме же ребенок будет активный, деятельный, творческий. Следующий компонент – это взаимопонимание. Конечно, если мы не смогли полностью познать друг друга, то и этот компонент тоже нарушится. Детям раннего возраста свойственен эгоцентризм. То есть, они пока не способны воспринимать чужую боль, чужие переживания, чужие беду, и они могут только зеркально отражать то, что им показывают дети. Поэтому могут укусить, могут стукнуть, да, могут взять кошечку за горло и придушить нечаянно. То есть, это не значит, что растет убийца или маньяк, да. В этой ситуации мы понимаем, что это просто. Мы не были рядом с тем ребенком, мы не объяснили культурный способ употребления предметов, потому что, собственно, все, что находится вокруг него – это предметы, которые изучает и манипулирует ребенок. Соответственно, должны родители уметь взглянуть на ситуацию глазами ребенка, понять и принять его точку зрения, рассуждать с его позиции, признавать его право на индивидуальность непохожей, потому что в это время ни один ребенок не развивается одинаково. Развитие идет крайне неравномерно. Что будет завтра, никто не знает. Невозможно, нельзя ни в коем случае сравнивать двух детей. Следующий компонент – это взаимоотношения. И вот здесь, если родители не смогут перейти к сотрудничеству, выстроить этот вид, предлагать и вовлекать ребенка в посильный труд, предлагать ему те виды деятельности, в которых он действительно может себя реализовать, то это опять-таки будет разрушительным. Ну и другая крайность – это наоборот, когда родители не видят границ, и вот эта жертвенность всепоглощающая, это возведение ребенка на пьедестал, значит, полный отказ от себя в угоду ребенку. То, что говорили, ребенок – царь и бог, на самом деле с японской точки зрения это неправильно. Просто мама должна постоянно следовать за ребенком и объяснять ему то, что мы понимали неправильно. А вот, наверное, в 90-е годы это как раз концепция была – ребенок – царь и бог, значит, вообще его трогать нельзя, прикасаться нельзя, пусть делает все, что хочет. То есть, опять-таки, отсутствие правил, норм взаимодействия, отсутствие порядка – это тоже крайне негативно будет воздействовать на личность ребенка. Ну, и следующий компонент – это взаимные действия. То есть, понятно, что если, опять-таки, мы не даем возможность развиваться ребенку, то процесс его развития будет нарушаться. Ну, и здесь сегодня уже неоднократно поднимался вопрос экранного развлекательного времени. Значит, страшная, действительно, ситуация зомбирования. Уже в нескольких странах мира отказались категорично от использования гаджетов во взаимодействии с детьми до трех лет, да, потому что те картинки, которые мелькают, не оказывают позитивного развития, это уже доказано, да, приносят непоправимый вред развитию. Наши же родители действительно это используют как средство успокоения. Ну, и последний компонент – это взаимовлияние. Здесь мы больше всего видим обеднение эмоциональной сферы. И как раз вот в этой сфере происходят наиболее частые нарушения. Родители пытаются общаться с ребенком, как со взрослым. Они стесняются ярко, эмоционально реагировать на те призывы малыша. Малыша стесняются на сегодняшний день молодые родители, не умеют читать потешки, поговорки, скороговорки, да, и мы всему практически их этому снова должны учить. Таким образом, мы можем выделить целых ряд проблем, да, которые возникают во взаимодействии мамы и ребенка, которые становятся деструктивными, приводят к нарушению развития личности детей. И это дает нам право говорить о том, что с родителями необходимо работать, необходимо их готовить к взаимодействию с детьми. Ну, и, как правило, на помощь приходят сегодня группы развития, которые образуются сегодня на базе дошкольных образовательных учреждений. Группы мать и дитя, куда мама с ребенком приходят буквально на час, может быть, даже два раза в неделю. Но за это время грамотный педагог успеет показать конструктивные способы взаимодействия с детьми. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы к Юлии Анатольевне? Если нет... А, есть вопрос, Юлия Анатольевна, есть вопросы. Это не их вина, это их беда. То есть они не знают, к сожалению, закономерности развития, они не знают, в какое время идут сензитивные периоды. Нужно познакомить их с сензитивными периодами, что в это время основа – это развитие речи, это сенсорное восприятие, это зона развития порядка, это зона восприятия мелких предметов, от которой мы изолируем детей, потому что именно в это время, до трех лет только они видят их. Поэтому, конечно, надо доносить до родителей, вступая также с ними во взаимодействие, вначале познать друг друга, чтобы они поняли вас, вы их, и по этой дорожке мы выстроим правильное взаимодействие во всех компонентах. Спасибо. Спасибо. Следующий выступающий, пожалуйста, Ирина Николаевна. Только я вначале включу все-таки презентацию, и очень надеюсь, что она работает. Мне очень хочется, чтобы презентация работала, коллеги. Пока я представлюсь, я очень надеюсь, что мне сейчас помогут, потому что в моей презентации очень много всяких графиков и схем. У меня хочется их показать. Он выключился. Я Голосюкарина Николаевна, доцент кафедры нейро- и патопсихологии развития МДППУ. И в программке я заявлена еще как член команды независимой научной лаборатории... Есть ли у кого-то выступление без презентации? Вот у нас только что, у Юлии Анатольевны, было выступление без презентации, потому что тут какая-то чрезвычайная ситуация. Всех остальных презентаций. Насколько возможно, я сейчас расскажу, но у меня еще и видео есть. Очень надеюсь, что получится. Да? Итак, я представляю Московский государственный психолого-педагогический университет и одновременно независимую научную лабораторию, психологические инструменты. И вот предыдущий докладчик... Но это время не засчитывайте. Предыдущий докладчик сейчас обозначил, Юлия Анатольевна, вот такие, как можно это сказать, шаги, этапы, да? Взаимодействие с родителем, обучение родителей, если я правильно поняла. Пройти эти этапы вместе с ребенком, познать друг друга и так далее. И в моем выступлении как раз-таки я буду рассказывать о методике оценки детско-родительского взаимодействия, которая была разработана мной и моей коллегой, которая только что побежала трепетно, чтобы у меня была презентация, Татьяна Валерьевна Шинина. Мы разработали методику оценки детско-родительского взаимодействия. Одновременно эта методика является коррекционной методикой. Ну, наверное, раз уж время сейчас есть у меня до презентации, я немножко больше расскажу про эту методику. В прошлом году мы выступали на этой же самой конференции. Возможно, кто-то из вас уже был на ней и на нашем выступлении прошлогодичном. И в прошлом году вышла вот эта книга по методике. И сейчас она уже не актуальна и будет переиздаваться, потому что за этот год у нас было очень много исследований, видеоисследований, и благодаря которым мы поправили шкалы, которые описываем в этой книге. Шкала родительской отзывчивости и шкала коммуникативных сигналов ребенка. Неужели спаситель пришел? И пока нам все-таки устраивают технику, настраивают. Скажу о том, что за этот год, после нашего выступления на этой конференции, после того, как мы рассказывали о единичных случаях нашего исследования, за год нам удалось провести исследование в Доминиканской республике, в республике Вьетнам. Мы продолжаем исследование в Москве. В прошлом году защитила магистровскую работу наша студентка, уехала в Лондон, и сейчас там продолжается исследование по этой методике. Наши коллеги из Красноярска, которые работают в Центре помощи семьи и детям с нарушениями в развитии, выступали с нами на прошлой конференции и продолжают это исследование сейчас. Также исследование проходит в Азербайджане. Это филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, там сейчас будет географическая карта, и, может быть, я что-то забыла. Я говорю это о том, об этом, потому что хочется сказать, что вот следующее издание, оно выйдет, наверное, книжка в июне-в июле, будет не только описание шкал, которые мы разработали, а будет такая подробная библиотечка. Неужели? Здорово. Ой, я буду очень быстро, только вот найти еще. Доклад Голосюк. Папочка. Папка, доклад Голосюк. Вот он. Угу, спасибо большое. Так, да, презентацию, а видео я в конце покажу. А можно не пользоваться микрофоном? Да, да. Слышно? Да, да. Вот так слышно? Да, да. Отлично. Итак, мой доклад называется «Методика оценка детско-радистского взаимодействия, сокращенно ECPI», это аббревиатура английского названия методики, с применением компьютерной системы Observer XT. Это как раз вот в этом году нам удалось ее приобрести и использовать ее для анализа видеокейсов. Я вам показала книгу об этой методике. Методика основана на, опирается на положение культурно-исторической психологии Буготского, Ильконина, Лесина, Барбажович, Запорожца. Также мы опираемся на исследования родительской отзывчивости. К сожалению, только пока зарубежные исследования. Цель методики – оценка способности родителя, считывать коммуникативные сигналы ребенка, почему он сказал, что очень связан наш доклад с предыдущим, и это некий ответ на вопрос, а что же делать с родителем, научить его считывать и расшифровывать сигналы ребенка. В методику входит определенный пакет. Прежде всего, это видеоисследование, и мы внесли в эту методику этическое соглашение с родителями о проведении видеосъемки и демонстрации кейсов в профессиональном сообществе. Поэтому я смогу сегодня вам показать маленькие, коротенькие видео и проиллюстрировать то, о чем буду говорить. Инструкция родителям по проведению вот этого исследования. Опросники, и в иных случаях мы используем их, а где-то нет. Например, в Доминиканах, в силу того, что у нас принимали участие люди, которые не говорят на английском языке, ну, на русском тем более, мы не использовали опросники. В других странах переводили на английский язык. Инструкция специалистам по проведению исследований и обработке результатов. И технология родительский консилиум. Это, опять же, ответ на то, какую коррекционную работу можно проводить с родителями, чтобы он начал понимать ребенка. Не буду останавливаться на этой технологии, она есть в книге, и в ней ничего не поменяется и в новом издании. Но о географии я успела вам рассказать. Скажу только о цифрах, что сейчас на данный момент у нас прошли исследования более 200 семей воспитывающих детей с особенностями в развитии. Это даун-синдром, аутизм, ну, и умственная отсталость. Более 100 семей воспитывающих детей, развивающихся в рамках нормы. И в этом году мы начали видеоисследование с замечающими семьями, которые очень нежелательно идут на наши исследования, и это понятно почему. Мы исходили из того, идея вообще методики, в том, что каждый ребенок имеет особенности в развитии. Особенности характера, особенности темперамента, может быть, это какие-то нарушения. И ребенок, коммуницируя со взрослым, подает сигналы. И вот эти сигналы родители не считывают, мы написали здесь значимый взрослый, это может быть и воспитатель, это может быть и прародители, не обязательно мама и папа. Не считывая этот сигнал, в ответном поведении происходит нарушение. Взрослый либо игнорирует сигналы ребенка, либо проявляет директивность, или пускает все на стоматек. Вот итог повышения родительского стресса, или стресса взрослого человека, воспитателя по поводу этого ребенка, снижение уверенности взрослого в своей компетентности. Что же, в чем же мы видим выход, и в чем мы искали вот такой инструмент, с помощью которого можно было бы оценивать, что есть сейчас, на данный момент у родителя с ребенком, и как это можно поправить. Мы развиваем у родителя отзывчивое поведение, и сейчас мы расскажем, какие маркеры отзывчивого поведения мы выделили, после чего родитель замечает сигнал ребенка, адекватно отвечает на него, дает паузу для того, чтобы ребенок ответил на сигнал ответный со стороны родителя. Результат – радость и удовольствие от общения в дяде. Итак, у нас в нашей методике две шкалы. Шкала родительской отзывчивости и шкала коммуникативных сигналов ребенка. Автор шкалы Татьяна Валерьевна Шинина, вот она сидит у нас тоже в зале. Родительская отзывчивость – четыре компонента – эмоциональный, физический, действенный и познавательный. В каждом из этих компонентов по два маркера. И эти маркеры я немного совсем раскрою в следующих слайдах. Наверху написано «Библиотечка шкалы родительской отзывчивости». Конечно, мы не могли поместить в презентацию примеры, которые иллюстрируют каждый маркер. Примеры мы называем индикаторами. И поэтому где-то в презентации вы увидите, достаточно четко презентация сейчас видна на экране, какие-то примеры, где-то какие-то точечки мы поставили, но полностью вот эта библиотечка, вы с ней можете ознакомиться в нашем издании следующем, который будет в июне-июле. Итак, эмоциональный компонент – два маркера, невербальные реакции, вербальные реакции. И мы отмечаем положительное значение маркера и отрицательное. К положительному, на невербальном уровне мы относим все, что касается мимики, жестов, взгляда, и характеризует эмоционально теплую, дружественную, радостную атмосферу. Соответственно, противоположная характеристика – те же самые лицевая экспрессия, жесты, взгляд, но с другим значением – недовольство, безразличие, скука, напряжение, взгляд, вот так вот мы говорим, сквозь ребенка. И у нас очень много таких примеров, где сразу родитель может это увидеть, потому что мы вместе с родителем смотрим эти видео. Вербальные реакции. И здесь мы выделяем искреннюю похвалу, противорез формальный. Как часто мы слышим «молодец», да, да и сами можем сказать «молодец» ребенку, а смотрим в сторону и делаем это автоматически. Комментарии эмоционального состояния ребенка, комментарии действий. И здесь уже не раз вот на этой конференции прозвучала необходимость обучать ребенка распознавать эмоции. И это одна из составляющих вот этого обучения. Когда родитель говорит ребенку, что с ним происходит, что он чувствует сейчас. Это положительная характеристика. Соответственно, отрицательная формальная похвала и критика эмоционального состояния. Ты опять ноешь, да, ты не хныч, как девчонка и так далее. И критика действий ребенка. Следующий компонент – физический компонент. Здесь мы смотрим отражение и синхронность, близость. Отражение – это моментальное повторение вслед за ребенком его реакции. Сюда относятся и вокализации, и мимикой, и жесты. Положительные характеристики, положительное значение этого маркера. Повторение родителям мимики, жестов, вокализации. Но так, как это действительно в жизни происходит у ребенка. А вот противоположная характеристика, противоположное значение – минус. Это то же самое он может повторять и отражать ребенка, но критикуя, передразнивая ребенка. Синхронность, близость. Сюда мы относим согласованность движений и дистанцию. Положительные характеристики – родители и ребенок на равной позиции. Гармоничность, синхронность, комплементарность движений ребенка и родителя. Так называемый танец вдвоем. Ну и, соответственно, противоположная характеристика – позиция сверху у родителя. Рассогласованность движений. И создание этой близости путем манипуляции. Вот здесь вот на экране вы видите примеры, например, рассогласованность движений. У нас есть очень красивый кейс, когда ребенок все время играл с мячиком и призывал маму присоединиться. А мама в это время считала, что полезнее играть в домик, потому что там есть окошки, крыша, можно там что-то передвигать и двигать. И она продолжала свою игру в домик, а ребенок кидает ей мячик. Вот она, рассогласованность этих движений, как пример. Или, например, на том же самом кейсе, пример, который мы сюда включили, когда мама все-таки берет этот мячик и прячет его в домик. То есть она создает эту близость, они рядом, но путем манипуляции. Мы ставим тогда значение минус. Следующий компонент – познавательный компонент. И здесь мы рассматриваем разделенное внимание. В разделенном внимании очень важно, что мы считаем разделенным вниманием, когда оба смотрят в одну точку, лишь в том случае положительное значение, когда это по инициативе ребенка. Соответственно, если родитель путем манипуляции, вот как только что я вам рассказала, или путем ограничения движения ребенка привлекает внимание его к тому предмету, который считает более оптимальным для развития, мы ставим отрицательное значение. Поддержка познавательной активности. Сюда рассматриваем темп, интерес родителей к активности ребенка, и вы можете прочитать так бегло, что такое плюс и минус этой характеристики. Следующий компонент – действенный компонент. Сюда мы относим реакцию родителей на потребности ребенка. Они очень видны. Потребности бывают, естественно, физические, в ласке, в любви. Сензитивность вот такая к потребностям ребенка – это плюс. И мы ответственно заявляем, что очень видно, когда вот эти потребности родитель не замечает. И, соответственно, это видно, мы ставим минус. Взаимодействие с ребенком. Вот под взаимодействием с ребенком в нашей методике мы подразумеваем совместно разделенное исследовательское путешествие, исходящее из совместно разделенного смысла. Вот так вот красиво мы обозначили это. Другими словами, мы смотрим вовлеченность родителя в деятельность ребенка, поощрение креативности, в противовес отсутствия у родителей интереса к действиям ребенка и директивная позиция. Согласно Выгодскому, игра представляет собой иллюзорную реализацию нереализуемых тенденций. Другими словами, в игре мы можем увидеть многое и узнать многое о потребностях ребенка. Поэтому отдельно мы включили компонент «спонтанная игра». И среди плюсов у нас удовольствие от самого процесса игры в противовес подмены спонтанной игры игровым занятиям. Это тоже очень видно сразу же. И позитивный сценарий в противовес негативному сценарию. И вот как раз этот маркер я буду иллюстрировать сегодня в видео. Содержательные компоненты шкалы коммуникативных сигналов ребенка. Пять компонентов. Эмоциональный, познавательный, действенный и компонент «Инициативность и самостоятельность». Примеры и содержание перед вами сейчас каждого из маркеров. Причем здесь тоже выделяются положительные и отрицательные характеристики данных маркеров. И сейчас несколько минут все-таки дополнительно про обзервер. Это программа, которая позволяет анализировать видеокейсы. А как происходит анализ? Составляется схема кодирования. И сейчас скажу, что это такое. Вводится видео в программу. И программа сама просчитывает статистический анализ, делает и рейтинговый анализ. Вот перед вами сейчас на картинке все те маркеры, о которых я только что вам рассказывала. Слева вы видите родители и ребенок. Значит, у родителей вы видите вербальное отражение, синхронность с плюсом и минусом каждой характеристики. И дальше с правой стороны столбик, где вы видите буква. Одна маленькая, другая большая. При кодировке вот мы вводим эту легенду. Вы видите сейчас с правой стороны саму легенду, а с левой красные и зеленые значки. Вот зеленый значок – это начало маркера. И человек, который анализирует с помощью этой программы видеокейс, отмечает зеленым, нажимает на кнопочку. Зеленая кнопочка – это начало маркера. И красное – это окончание. Благодаря тому, что мы можем в этой программе отметить временную протяженность каждого маркера, мы получаем вот такую картину, когда вот сейчас перед вами длительность каждого маркера можно проследить. И еще вы видите картинки нашего видеокейса. У нас есть четыре камеры с разных сторон снимающих, поэтому мы хорошо можем отследить мимику и родителя, и ребенка. И дальше вы видите сопоставление – картина общая родителя и ребенка. Имея такую общую картину, мы можем остановиться на конкретных маркерах, которые нам нужно сравнить. Например, мы видим, что фокус внимания по отношению к родителю, то есть желание общаться к родителю, у нас связано с тем, что идут положительные невербальные реакции со стороны родителей. У меня вот нет указки здесь, но это видно, да? И вербальные положительные характеристики родительского поведения. И вы видите зеленые точечки, возникающие у ребенка. Это фокус внимания к родителю, другими словами, это желание с ним общаться. Помимо вот этих графиков, мы все это можем видеть в цифрах. Давайте регламироваться тогда. Хорошо. Здесь в двух графиках, которые иллюстрируют то, о чем я вам говорила, мы можем увидеть изменения у родителя, зеленый до терапии и сиреневый после терапии. Все маркеры, о которых только что говорила, поднялись. То же самое произошло у родителей. У меня есть 2 секунды показать видео иллюстрирующее. Вы просто задерживались. Иллюстрирующее видео. Нет? Ну хорошо. Ну давайте быстро тогда видео смотрим и готовите следующее. Показывайте быстренько. Итак, последний слайд был о том, что изменилось у родителя и что изменилось у ребенка. И в частности, в этом графике изменился сценарий самой игры. Был отрицательный сценарий, стал положительный. Вот эта съемка до терапии. Звук? Нет звука. Здесь о страшной сказке. О том, как родитель пугает. И совершенно другие характеристики игры после. Но, к сожалению, нет звука. Видимо, нужно соблюдать действительно регламент. Все, спасибо большое. Действительно, очень интересное исследование. И я считаю, что надо просто поймать выступающего после завершения и задать все вопросы. У нас следующее выступление. You're welcome. Давайте я представлю пока. Это Аббас Ниасян, университет Баджнур, Иран. Сообщение называется «Сравнение стилей привязанности у матери с умственной и развивающейся недееспособностью с матерями нормальных детей». Всем здравствуйте. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время на этой конференции. Меня зовут Аббас Ниасян. Я представляю университет Баджнур, Иран. И я хотел бы сопоставить различные стили общения матерей с детьми. И это касается тех, у кого есть специальные нужды и стандартные дети. Мы говорим о динамичном и функциональном балансированном развитии отношений к этим детям. И мы, к сожалению, иногда рожаем детей, у которых есть определенные проблемы. И здесь я хотел бы рассказать о попыте таких семей. И если у детей есть интеллектуальные проблемы, проблемы стального развития, им, конечно, непросто. Они могут быть определены как в виде ограничения интеллектуальных функций и адаптивного поведения. И это выражается концептуально, практически и адаптивно до возраста 18 лет. И когда мы воспитываем детей с интеллектуальными проблемами, это может негативно отразиться на их здоровье и также приводит к состоянию тревоги, стрессу и состояниям, которые являются пограничными. В особенности у матерей могут возникать проблемы в отношении их работы и происходит ситуация изоляции. И у детей, к сожалению, с чувства возникает ненужности и низкой самооценки. И, соответственно, интеллектуальные проблемы приводят к тому, что в обществе возникает ситуация нетолерантности и неадекватного отношения к детям и к социальным проблемам этих детей. Поэтому мы провели соответствующие исследования на эту тему, и мы попытались выявить фактор того, как адаптировать детей на такого уровня к нормальной жизни. И это очень важно в долгосрочной перспективе проведения подобного исследования. Мы различные факторы стресса изучили, различные хронические болезни, которые могут возникать в связи с их интеллектуальными проблемами. И, к сожалению, могут возникать болезни, которые даже несут риск для жизни. И в некоторых случаях матери воспринимали это как неизбежное бремя. И, тем не менее, эмоциональное взаимоотношение с детьми было поставлено в углового угла. И мы провели исследование того, как можно наладить взаимодействие между матерью и ребенком с ограниченными интеллектуальными возможностями. И сделали мы это в городе Бодж-Норда. И мы сопоставили детей с нормальными возможностями и с ограничениями в умственном развитии. И мы сопоставили 100 детей стандартно развивающимся, и 100 детей родителей, и 75, тех, кто имеют проблемы ментального характера. Вы специальную анкету использовали, собирали данные, данные исследования, и сопоставили эти результаты соответствующим образом. И мы пересмотрели ряд исследований после 1996 года. Также мы проводили исследования оценки нарушения коммуникации, оценивать уровень навыков компетенции коммуникации и стиле близости отношений. Эта шкала содержит 18 пунктов, которые корреспонденты по пятибалльной шкале Лейкерта говорят о своей принятии или оппозиции каждой фразы. Эта шкала имеет три субшкалы – это беспокойство, близость и сомнения. Также вы видите результаты, которые были в нашем исследовании. Итак, вторая таблица говорит о статистических данных по интеллектуальным сравнению нормальных детей и с отклонениями. Нет большой разницы среди детей именно этих групп. Итак, цель этого исследования была сравнить нормальных детей, их матерей с матерями, детей с отклонениями, интеллектуальными отклонениями. Эти результаты показывают, что нет большой разницы между приложенными стилями и работой нормальных матерей и работой матерей с детьми с отклонениями. Большое спасибо за ваше внимание. Есть ли у кого-то вопросы, действительно такая сложная тема и любопытные результаты? Большое спасибо. И следующий выступающий приглашается. Спасибо. Продолжение следует... Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я хочу обратиться к теме развития полисубъектной образовательной среды в дошкольной образовательной организации, так как проблема развития очень актуальна как для современной теории, так и для практики в системе образования. И об этом нам говорит и закон об образовании, об этом нам говорит и федеральный стандарт дошкольного образования. А гуманистическая направленность дошкольного образования как раз создает условия для развития полисубъектной среды каждой дошкольной организации. Тем более, что это и помогает нам, практикам, в решении различных разноплановых вопросов ресурсного обеспечения дошкольной образовательной организации. В психолого-педагогической науке многие ученые с различных позиций рассматривают такие понятия, как полисубъектность, полисубъектная среда, полисубъектное управление, полисубъектное взаимодействие. Но мы взяли за основу исследование Игоря Викторовича Вачкова и определили для себя, что полисубъектная среда – это осознанно ответственное ценностно-целевое взаимодействие субъектов в едином семантическом пространстве по созданию условий, способов, средств развития как каждой личности в образовательном пространстве, так и общности в целом. Однако относительно системы дошкольного образования нам необходимо учесть особенность дошкольной системы, об этом говорили на предыдущей секции, что именно игровая деятельность, игра является основой в развитии ребенка дошкольного возраста, который, конечно, накладывает свой отпечаток на все направления, компоненты полисубъектной среды и вообще деятельности всей дошкольной организации. В целях обеспечения личностно-ориентированного образования и с учетом непосредственно игровой деятельности нами был разработан проект по созданию условий для развития полисубъектной образовательной среды средствами модульного построения предметно-пространственной среды. Данный подход к организации развивающей предметно-пространственной среды был предложен Сергею Александровичем Авериным и Татьяной Владимировны Волосовец. Дошкольные модули представляют собой основу формирования развивающей среды ребенка, и их использование в качестве комплектов позволит достичь грамотного проектирования в организации предметно-развивающей игровой среды, как в детском саду, так и в домашней обстановке, в силу того, что использование образовательных модулей достаточно понятно и нашим родителям. Это позволяет нам использование данных модулей и повышать родительскую компетентность воспитания наших деток. Ну вот, например, вы сейчас видите модули в путь на машине времени, что из себя представляют. То есть наши модули вышли в рекреационные пространства нашей предметно-пространственной среды учреждения. Разные формы и средства мы используем в образовательном процессе, но методическое обеспечение тоже присутствует в каждом модуле. Ну, например, шашечный сафари в домашних условиях – это настольная игра в шашки, достаточно понятна для наших родителей. Ходилки-бродилки по сказкам – это игра с правилами, только у нас ходилки-бродилки не настольная игра, а настенная игра. И представлены различными сюжетами сказочными для детей разного возраста, от младшего дошкольного до старшего дошкольного. Русские народные сказки, и для старшего дошкольного возраста – это сказки зарубежных и русских писателей. Вот в свободной деятельности активно детки играют. Также рекреации по развитию речевого компонента, образовательной программы. Также вы видите и элементы, которые здесь представлены, методическое сопровождение. Конструкторское бюро «Росток» с различными многообразными конструкторами. В домашних условиях это тоже использование различных конструкторов. Хочу отметить, что в силу того, что эти помещения находятся в постоянном доступе, поэтому наши родители, наши дети, очень часто родители, когда вечером приходят, забирают их из детского сада, они их приглашают в какую-нибудь из рекреаций, чтобы поиграть, позаниматься с ними вместе. Ну, мир подпознаем вместе, блок сенсорикой. В домашних условиях это тоже разные вкладыши, блоки. Дружат дети на планете «Я люблю тебя, Россия». В гостях у художников это художественно-творческое направление. В целом, универсальные игровые образовательные модули, они позволяют нам и формировать на этапе выхода из детского сада целевые ориентиры у детей и помочь детям в дальнейшем на новой ступени системы образования. А в целом, игровые модули позволяют нам создать условия для развития полисубъектной среды нашей дошкольной организации. Спасибо за внимание. У меня вопрос все-таки уточняющий. Полисубъектная среда, вот что это? И от чего она отличается? Полисубъектная среда. Как я говорила, что мы опираемся на понятие, обозначенное в Очковом, ценностно-целевое взаимодействие субъектов образовательного пространства. Если просто попроще, что это за группа, в которой полисубъектная среда? То есть это наша дошкольная организация, где взаимодействуют педагоги, родители, наши дети. То есть она всегда полисубъектная? Нет, немножечко не то, потому что полисубъектность, она формируется вот именно ценностно-смысловым. В основе всего вот этого взаимодействия лежит ценностно-смысловое взаимодействие. Потому что когда наши родители приходят в детский сад, у каждого понимание детского сада разное. И вот с помощью нашего взаимодействия, опираясь на предметно-пространственную среду, мы находим точки соприкосновения, и к концу, через какой-то период временной, вот именно формируется вот эта полисубъектность наша, когда мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону, развивая ребенка в одном направлении. Ну, это интересная, но немножко непонятная ситуация, но все-таки она вызывает много вопросов. Это хорошо. Спасибо. И у нас последний выступающий. Попова Елена Исаковна, Тюменский государственный университет. А нет у нас Попова Елены Исаковны. И мы могли бы вообще видео посмотреть, получается. Один. Одного нет человека. Ну, может быть, попробовать тогда посмотреть, потому что на самом деле это был момент, который всех заинтересовал, но с учетом... Нужно настраивать звук. Не было звука. Понятно. Следующий раз. Когда он будет? В субботу? Скажите. Значит, уважаемые коллеги, поскольку у нас осталось несколько свободных минут, во-первых, можно задать вопросы, потому что было несколько предъявлено очень интересных исследований. Во-вторых, вот я предлагаю Ирине Николаевне сделать объявление о мастерской, которая будет в субботу, потому что, конечно, необъятное исследование. Трудно было уложить. В субботу, начиная в 11.40, и у нас будет 30 минут, мы постараемся очень-очень быстро рассказать о нашей методике и об обзорвере, но мало того, все наши участники будут снабжены в своих телефонах программкой и сами будут непосредственно кодировать. Мы впервые опробируем, что вы будете не просто слушать, а очень важно делать. Поэтому мы будем вовлекать в рамках нашего мастер-класса вас в кодирование поведения, и мы реально увидим то, как вы это сделаете на экране, и мы очень рады, что это открытый день, и мы можем пригласить всю нашу команду, которая очень хорошо у нас технически все у нас поддержит. Поэтому мы вас ждем. Это 19 мая в 11.40 до 12.10. Вы станете активными участниками и опробируете на себе, а как же работает программа-обзорвер. И надо отметить, что вообще во всем мировом пространстве сейчас просто шквал интереса к видеоисследованию. И вопрос того, а как это оценить, вот об этом у нас 19 мая в 11.40. Мы будем очень рады вас увидеть. Спасибо, уважаемые коллеги. До встречи завтра.